Привет, друзья! Вы на канале Дневники Хирурга. С вами врач-хирург, врач общей практики Кутепов Денис. Первая категория, стаж работы 9 лет. И сегодня у меня для вас, можно сказать, сенсационное известие. Разработано, наконец-то, лекарство, препарат от коронавируса. Именно специализированный препарат, именно от этого коронавируса, COVID-19, или как правильно он называется, SARS-CoV-2 вирус. Что это за препарат и как он действует, сейчас я все вам расскажу. Погнали! Итак, не буду томить и назову сразу его название. Называется этот препарат Молнуперавир. И разработан он компанией МЕРК. Разработан и уже даже проходят клинические испытания. То есть, основные клинические испытания уже прошли. Сейчас уже готовится более расширенное испытание. Что это за препарат и как он действует? Чтобы наглядно объяснить вам механизм его действия, чтобы вам было понятно, я немножечко напомню про то, что вообще такое коронавирус. По сути, коронавирус – это РНК. Цепочка РНК, а любой вирус, в том числе и коронавирус, размножается в организме. При попадании в организм он встраивается в клетку, встраивается в ее геном и начинает создавать клоны своей РНК. То есть, грубо говоря, одна РНК вируса первого встроилась и начинает создавать подобные РНК, как будто бы клоны, можно сказать. То есть, из кирпичиков собирает новый вирус, себе подобный. И дальше этот новый вирус опять встраивается в другую клетку и снова начинает продуцировать, образовывать новые, такие же идентичные молекулы РНК. Так вот, этот препарат молноперавир, он заменяет составные части этой РНК на подделку. То есть, он обманывает вирус, подсовывая ему плохие, можно сказать, бракованные строительные материалы для создания вот этой цепочки. И вирус, ничего не подозревая, строит свои клоны, строит новые вирусы из вот этих вот испорченных, неправильных, бракованных, кому как угодно, материалов. И в итоге получается, не настоящий коронавирус, не такой же, как тот, что попал в организм, а становится он, естественно, тоже бракованный и нежизнеспособный. А самое страшное в любой инфекции, это именно не один вирус, который попал в организм, а именно большое количество, то есть, миллионы вирусов, когда они размножаются, накапливаются, именно вот это страшно, именно вот это вызывает болезнь. Один, два, там даже 500 или 1000 вирусов, попавших в организм, иммунитет убьет без каких-либо проблем. А вот огромную армию иммунитет уже победить не в состоянии. И вот именно на вот этот вот механизм размножения, пожалуй, самый главный механизм, и действует препарат молну-перавир. В клинических испытаниях, которые проводились компанией МЕРК, после того, как она создала этот препарат, она отдала на клинические испытания, и вот в клинических испытаниях было подтверждено, что применение этого препарата на ранних стадиях, конечно же, желательно всё лечить на ранних стадиях. Так вот, применение этого препарата снизило количество госпитализаций заболевших коронавирусом, а соответственно и смертей, естественно, и тяжёлых случаев, осложнений. То есть, с чем у нас госпитализируются-то люди? Именно вот с тяжёлыми случаями и с осложнениями. Так вот, количество госпитализаций снизилось в два раза. Это колоссальный просто прорыв. Это огромное число, на самом деле, если брать во внимание всю масштабность вот этого заболевания и осложнений, которые оно вызывает. Так прорыв это или не прорыв? Судите сами, конечно, друзья, но мне кажется, что всё-таки это очень большое достижение. Остаётся надеяться только, что всё-таки этот препарат пройдёт клинические все испытания и что он выйдет в свет на борьбу с виновником нашей страшной пандемии современной и что он будет доступен. Именно это важно, что он будет стоить разумных денег и будет доступен всем людям. То есть, массе основной, а не каким-то избранным. И ещё главное, чтобы он не имел каких-то побочных, больших побочных действий. То есть, ну, естественно, что каждый препарат имеет какие-то побочные действия. Но тут, друзья, нужно сравнивать именно побочные действия препарата и побочные действия болезни, от которой, собственно говоря, этот препарат. И вот если побочные действия препарата есть, но они в сотни раз меньше и реже встречаются, чем смертность и тяжёлое течение коронавируса, то я думаю, что препарат этот достоин уважения и достоин применения. Так что, друзья, ждём с нетерпением, следим за новостями. Чтобы оставаться на связи, подписывайтесь на канал Дневники Хирурга. Будем вместе следить за последними событиями в мире медицины. С вами был врач-хирург, врач общей практики Кутепов Денис. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч! Пока!